Часы показывали 7 утра. Всем здарова, с вами Аннат, и мы продолжаем проходить бесконечное лето. У нас сейчас третий день, и часы у нас показывают 7 утра. Доброе утро, Фантомасик. Доброе утро, Битарт, или как там его. И я заметил тут такую вещь. Мне вот кажется, или под кроватью Ольги Дмитриевны, Секира Тора. Кто смотрел Войну Бесконечности, а я так думаю, что почти все ее смотрели, то те поймут, про что я говорю. О, как раз таки. Очень-очень похоже. Либо это молот какой-то, не знаю. Так, часы показывали 7 утра. Что-то я сегодня рано проснулся. Ольга Дмитриевна еще спала, откуда же все в идеале. И как можно летом в такую жару... Я встал, подошел к зеркалу и оглядел себя. Надо побриться. Странное решение, раньше хватало и пару раз в месяц, а сейчас от моего внешнего вида как будто что-то зависело. Однако бритву я так и не нашел. Хотя, зачем я... Хотя, зачем? Я сейчас выгляжу от силы лет на 17. Ладно. Завтрак не раньше 9, а это значит, у меня еще полно времени. Можно побородить, можно куда-нибудь сходить. В этот раз вода оказалась не такой леденящей, обжигающей, как вчера. Напротив, приятная прохлада придала мне бодрости и помогла быстрее вернуться к реальности, если происходящее можно было таково считать. Сегодня зубной порошок не казался таким уж анархизмом и даже промелькнула мысль, что он не особо отличается от зубной пасты. Блин, я вот вообще не представляю, как пользоваться зубным порошком. Но я хоть никогда с ним не сталкивался, но все-таки. Было бы довольно-таки интересно. Когда я вернулся воль... Вольгу мистер... Оговорочки, оговорочки. Когда я вернулся в домик вожатый, Ольга Дмитриевна уже проснулась. Она стояла перед зеркалом, ломала расчесывая волосы. Так, в этот раз созвучка куда-то делась. Доброе утро, Семен. Я не знаю, по-моему, у меня не получится. Доброе утро, Семен. Доброе. От недосыпа еще немного гудела голова и путались мысли. Но я не жалел, что все-таки вылез из кровати. А... А... А, но я не жалел, что все-таки вылез из кровати, а не остался. Как обычно, надо спать дежурно пару-тройку часов. Что-то ты сегодня рано. Так получилось. Опять ты без галстука. Давай я... Да я сам, ничего страшного. Когда на завтрак пойду? Нет, уже давай сейчас. До завтрака еще линейка, не забывай. Забудешь тут про эту линейку. А что сегодня на линейке на это будет? Я расскажу о плане на день. И каков план? Правда говоря, мне было абсолютно наплевать, чем наша доблестная вожата собирается занять наш бравый пионер-отряд на ближайшие 12-15 часов. Меня интересовали лишь места большого скопления живой силы противника, чтобы обходить их подальше. А, я тату, значит, на линейке. Она хитро улыбнулась. Ну, Ольга Дмитриевна, знаете, у меня что-то с живота разболелся. Мне бы... Ну, как бы вам сказать... Ну, вы понимаете. Ну, ничего страшного, если я разок пропущу эту линейку. Потому что, ну... Потому что, ну, будет неприятно, если я... Если я прямо там... Ну, вы понимаете. И откуда вам не столько смелости? У тебя есть еще пять минут. Ну, Ольга Дмитриевна, надо... Надо такое важное дело пять минут выдавать. Ну, вы совсем, а? Боюсь, не успею. Дайте вы мне расскажите сейчас про план. Нет, я постараюсь, но... Если вдруг, конечно, ситуация бывает разная. Ладно уж. Сегодня у нас по плану уборка территории. Сортировка книг, сука, экран не гасни. Сортировка книг в библиотеке. И еще кое-что. А вечером танцы. Смотри у меня. Чтобы обязательно поучаствовалось в жизни лагеря. Все непременно. Конечно, конечно. А сейчас бы мне... Иди уж. Только я выскочил из домика, и Ольга Дмитриевна перезадумалась. А где он возьмет туалетную бумагу? Но это уже совсем другая история. Я вышел из домика, обошел его и спрятался в кустах, дожидаясь, пока Ольга Дмитриевна уйдет. По правде говоря, у меня не было особых причин так себя вести. Но внутренний голос упорно твердил, что на этой линейке делать нехрена. Я ждал минут 5, 10, 15, 5 утра. Когда вожата ушла, я вернулся назад в домик и решил дождаться там начала завтрака. Итак, участвую в общательстве в жизни, в деятельности. Я сегодня что-то не очень таки планирую. Уборка книги в библиотеке — это совсем не то, чем должен заниматься человек в моем положении. Однако, уже прошло 2 дня, а я ни на йоту не приблизился к разогадке. Вот я не знаю, на месте Семена, мне кажется, было бы самое правильное решение — это отдыхать, участвовать в жизни в лагере или еще что. А не так, блин, думать, блин, как же мне ерундуть домой, там же комп, там же форумы. Я же стул там весь не просидел. Я не знаю, я, наверное, не раз еще буду бомбить на Семена вот так вот, но это чисто мое мнение. Так что на мнение Семена мне пихуй. Все местные обитатели здесь казались в целом современно нормальными людьми. Они не были замешаны в каких-то тайных заговорах, не сотрудничали с инопланетянами, особенно с РЕН-ТВ. И вряд ли подозревали о провалах во времени. И, конечно, каждый, а скорее даже каждая из них не без странностей, но странности эти не выходили за рамки разумного. Более того, встретив любого из здешних пионеров в своем привычном мире, я бы даже не подумал, что с ними что-то не так. Скорее, они показались бы мне куда более нормальными и естественными, чем, скажем, я сам. Эта линия рассуждения выглядела весьма логичной. Нелогично в ней было лишь отсутствие ответов. Обычные люди в необычном месте. Не, ну как в необычном месте? Обычный пионерлагерь. Ну, подумаешь, там, до Комет Браун тебя спиздил на автобусе, и что такого? Где-то я об этом уже слышал, где-то видел. Десятки пионеров, а может их куда больше, живут привычной жизнью. Занимаются привычными делами из-за дня в день и даже не подозревают, что мир вокруг них совсем не такой, каким должен быть. Ох, Семена, как будто ты знаешь, какой должен быть мир. Ладно. Но это ситуация и с их точки зрения. Мне же не знаком не только мир лагеря Савелонг, но и его обитатели. Пусть даже по обстоятельствам они ведут себя так, как по идее должны себя вести нормальные люди. Сейчас необходимо лишь решить один вопрос. Имеют ли люди здесь какое-то отношение ко всему, что со мной произошло? Ага. И найду ли я ответ у них? Или, может быть, до истины мне придется докапываться другим путем? Ладно. Это будет чуть попозже. Сейчас самое главное поесть. Похоже, я несколько переборщил. Со временем обычной толпы головных пионеров возле столовой не наблюдалось. Да, и внутри было немноголюдно. Кто-то или вилкой, или ложкой по тарелке просто водит. Наверное, большинство детей позавтракало еще до 9 часов. Ну, судя по тому, что, как обычно тут, только горный на обед приходит Семен и видит такая толпа, которая в столовую бежит. Вот, они рады еде только так. И хорошо, меньше народу, больше кефлороду. Вот, это верно. В дальнем углу одной столовой... Одной столовой. В дальнем углу столовой одиноко сидела Лена. И для нее его ковыряло вилкой. Нечто бесформенное. Отдаленно напоминающее кашу. Позавтракать с ней отличная идея. Тихо, спокойно. И можно о чем-нибудь поговорить. Ну, в принципе, да, Лена, она не особо-таки разговорчивая. Вот. Ну, или хотя бы попытаться. Я уже было направился в ее сторону, как меня кто-то схватил за рукав. Господи, да дайте же поесть это человеку нормально. Женя, вчерашняя библиотекарша. Интересно, какого хрена ей от меня нужен был? Бери завтрак и садись. Есть разговор. Чего стоишь? Я несколько растерялся. Извини, но это не слишком ли это... Резко? А что такого-то? Бери завтрак и да и садись. Похоже, для нее такое поведение совершенно нормально. Я вот не понимаю, куда озвучка делась? То я сам умался из-за нее не догадаться. Но, блин, с ее помощью мне было бы чуть-чуть легче. Ладно, я не жалуюсь, а просто говорю то, что как-то странновато. Так, кошак, свали. Извини, но я уже с Леной договорился. Ладно, подожди минуту. В принципе, с Женей мне не особо-таки хочется болтать. Там, Семену не дадут поесть. Там опять тыра-пыра, будет о чем-то говорить, тошнит. Я был уверен, что Лена не будет против моей компании. Подожди-ка, успеешь еще. Извини, давай потом. Я аккуратно освободил свой рукав от ее руки и направился в дальний колец. Колец. Колец столовой. Женя что-то кричала мне вслед, но я старался не слушать. Ну и вали, придурок ты, Йоанный. Я хотел тебя в библиотеку затащить, ты пи. И все, и Семен дальше там ушел, и ничего не было слышно. Привет. Доброе утро. Лена услышит крики библиотекарши, уже некоторое время кратко поглядывал на меня. Доброе. Как ни странно, она не покраснела, а даже улыбнулась. Можно к тебе присесть? Я сейчас сбегу за завтраком. Да, конечно. Хм. Так. Хоть что-то там поесть осталось. Спустя минуту я пришел с едой, а Лена что-то недовольно на меня смотрела. Хм. Приятного аппетита. Спасибо. Я старался есть как можно аккуратнее, не чавкая, не роняясь на себя кусочки еды и не обливаясь компотом. Семен, что ты за свинья-то такая? Ведь можешь же, если захотеть, есть как человек, а не как оголодавший боров. Лена как обычно молчала, а значит, начинать разговор придется мне. Семен, ты же сам хотел поесть в тишине. Какой бык тебя за яйца тянет? Пойдешь сегодня на танцы? Да, наверное. Она сделала небольшую паузу. А ты? Да не знаю еще. Хотя идти мне совершенно не хотелось. Я и в школе не особо любил дискотеки, а уж в более сознательном возрасте. А почему? Что почему? Мои мысли все еще кружились далеко в школьных временах. А почему не хочешь... А почему не хочешь идти на дискотеку? Я же не сказал, что не хочу. Ну ладно тогда. Если, конечно, ты меня приглашаешь. Лена покраснела и отвела взгляд. Ну, я не знаю насчет этого. Извини, это была шутка. Я смутился. Наверное, не стоило так шутить. А, хорошо. Безучастно произнесла Лена и так и уставилась к себе в тарелку, продолжая все больше краснеть. И чего эти вообще танцы сдались? Как будто говорить больше не о чем. Хотя, постойте. Ведь и правда больше не о чем. А ты не знаешь, что Женька хотел? А? Ну, я когда в столу зашел, она... Ну, что-то хотела от меня. Ты не в курсе? Не знаю. Ясно. Разговор явно зашел в тупик, и я постаралась сделать вид, что полностью сосредоточен на еде. Лена закончила завтрак и быстрее меня. Ладно, я пойду. Увидимся. Да, пока. Дядя дожала сосиску, которая больше напоминала кусок витой пары. Интересно, у них здесь есть интернет? Ну, как сказать, Советский Союз. Антураж того, что... Как будто Сталин зайдет и попросит ему руку пожать. Естественно, тут интернета нету, Семен. Нету тут такой роскоши. Интернета у них нет. А откуда? Пионер за сотенним столом заметил, что я разговариваю сам с собой, покосился на меня, а я в ответ улыбнулся и помахал ему рукой. И тот пионер такой, ну нахер. Псих какой-то. После такого дружелюбного приветствия он почему-то быстрыми шагами покинул столовую. Даже не доеду до завтрак. С едой покончено. Самое время отправиться на поиски разгадок. Через некоторое время дорога вывела меня в медпункт. Какого хрена? Какого хрена я вообще тут делаю возле этого медпункта? Там мне уж точно делать нечего. Хоть медсестра и показалась мне весьма доброжелательной, лучше держаться от нее подальше. Господи Иисусе, упаси меня там остаться. Также такая доброжелательность скорее пугает. Возможно, она что-то и знает, но я не решался вот так вот просто взять, взять и в медпункт и сказать «Вы что-нибудь знаете о том, какого хрена я тут делаю?» Тем более, нет никакого повода. Даже самого мималюсенького. Погружен в свои мысли, я не заметил медсестру, стоявшую на крыце. «Привет, пионер». Она подошла ближе. Никак заболел, подлечиться пришел. А, да нет, гулял просто. Понятно все с тобой, прогульщик. Ну, раз уж пришел, у меня есть для тебя ответственное поручение. Я попросительно посмотрел на него. А может не надо? От слов поручения мне как-то стало не по себе, уж слишком добровольно, принудительно оно прозвучало. Мистера я хитро улыбалась. «Вы мне поможете составить все письки лекарств, которые сегодня привезли». «Мы?» «Кто мы?» «Я один здесь!» «Понятно?» «Неужели она решила, что недостаточно вежливо со мной?» «Хотя, куда уж вежливее». «О, здрасьте, мордасть!» «Привет еще раз!» «Привет еще раз!» И за спином срыв выглянула Лена. Странно, что я ее и не заметил. «После ужина приходите сюда. Я бы не все объяснила, она потом тебе все расскажет». «Лекарства, значит, привезли сегодня». «А ладно». «Но по словам Ольги Дмитриевны, автобуса не будет еще нескольких дней». «Семен, ты так говоришь, как будто на автобусе на этом привезли эти лекарства». «Машина специально подъехала, выгрузили все, пока ты спал, естественно». «Чтоб ты не слинял отсюда». «Получается, сегодня кто-то приезжал в лагерь?» «Да, с утра с райцентра, а что?» «Не, ничего, просто...» «Вот и славно, пионер». «Значит, вечером, после ужина, сразу сюда». «Может быть, я...» «Все это время я не совсем замечал Лену». «Действительно, ее навык в маскировке позволила бы и опытный спецназовец». «Я и одна и могла бы справиться». «Странно, на обеде она оказалась куда смелее». «Там много, несколько коробок, ты что?» «Тем более, пионер всегда готов». «Так, пионер». «Она взглянула на меня и как-то неподобранно улыбнулась». «Я, конечно, все понимаю, но нет». «Тратить вечер на подобную работу мне совсем не хотелось, тем более здесь дела и поважнее». «Но и отказываться вроде как неудобно». «Хотя не будет здесь Лена, я бы что-нибудь обязательно придумал». «Да, блин, она же сама сказала то, что сама сделала все». «Знаете, меня Ольга Дмитриевна попросила вечером ей помочь, ну, знаете, там, в комнате прибраться и еще что-то». «Может, врать и не стоило». «Но надо было сначала думать, а потом говорить». «Да? И чем это ты собрался ей помогать?» «Дело принимало неприятный для меня оборот, но я решил идти до конца». «У нее в домике, ну, знаете, там, звездец, уборку сделать, вещи разобрать и все такое». «Вы же знаете, какой у нее там бардак». «Небось и шкафчик свой попросила разобрать». «Миссистра посмотрела на меня так, что фиаско на Наполеона Приватерло показалось мне всего лишь досадной неприятностью по сравнению с моим нынешним поражением». «Я уже было собралось что-то ответить, но она продолжила». «Ладно уж, пионер». «Без тебя разберемся». «Ты извини, просто понимаешь...» «Она стояла все так же, уставившись куда-то все под ноги, и краснел и краснел все больше». «Да ничего, я сама». «Ну ладно, тогда». «Отцарилось неловкое молчание». «Хотел сквозь землю провалиться из-за неудавшегося вранья, из-за того, что наверняка обидел Лену». «Да... она вроде как не обиделась». «Правда, Лена?» «Я, скорее всего, медсест...» «Семен, скорее всего, медсестру обидел, чем Лену». «Ну, пока тогда». «Пока». «Мистера все так же ехидно улыбался». «И с чего это он там ей собрался помогать?» «Хоте... хрен он знает». «Я развернулся и быстро направился в проще смеха пункта». «Все время подговариваться под ноги. Господи Иисусе, чтобы я туда еще раз попал». «Хотя мне безумно хотелось перейти на бег. Здравый смысл подсказывал, что стоит идти обычным шагом». «Немного прийти в себя я мог только на площади». «Смотря на памятник Генны, на который все-таки уже накакал голубь. Голубь мира». «И что же дальше?» «Я решил зайти ненадолго домой, чтобы забрать мобильник». «Неизвестно, куда меня еще занесет то время. Нужно знать всегда». «Хотя не проще ли завести часы?» «В обычный фон в шум пионерлагеря закралась какая-то новая мелодия». «Я прислушался». «Похоже на электрогитару». «Три повторяющихся аккорда, не более того». «Однако эта мелодия оказалась какой-то теплой, словно пропущен через ламповый усилитель». «Хотя откуда тут такая роскошь?» «Звуки доносились, очевидно, со стороны сцены». «Интересно, кто бы это мог быть?» «Да пойдем поинтересуемся». «Почему бы и нет? Вы все равно на площади сидим, ни хрена не делаем». «Возь к концертной площадке, я увидел на сцене Алису». «Девочка вся отдалась музыке, закрытых глаза». «Потуз...» «Одну ногу она поставила на колонку, и всем телом покачивалась в такт». «Ее, рок-н-ролл!» «Кхм-кхм». «Мелодию я узнать не смог, хотя был точно уверен, что слышал ее раньше». «Что-то похожее». «Что-то из советского рока, наверное». «На скидку я бы ничего не смог перечислить из десятка названий групп в этого жанра». «Но в творчестве разбирался плохо». «Ммм...» «Так...» «Хотя бы сколько-то сейчас попробую назвать так». «Король и Шут», «Сектор Газа». «Что там еще?» «ДДТ», «Сплин», «Цой», естественно же. «Легенда российского рока». «Так, что там еще?» «Сплин». «Хотя, я не знаю, сплин к року относился или нет». «Хотя...» «Ладно». «Пусть будет сплин». «Там еще кто...» «Не, князь это уже потом появилось после короля, что...» «Ладно, неважно». «На слух песня казалась на удивление простой. «Буквально три аккорда». «Возможно, даже я немного потренировавшись смогу ее сыграть». «Интересно, где Алис научилась играть?» «Советское время подобная музыка не пользовалась всенародным уважением». «Будущая рок-звезда» же меня не замечала. «Она словно пыталась слиться с музыкой с каждой строчкой нотой, с каждым квадратом, с каждой триолью». «А сразу вспомнились рок-герои 80-х. Многие из них также сильно отдавались музыке». «Одень ее вместо пионерской формы во что-нибудь более подходящее, в виде тогдашней эпохи никто и не заметит подмены». «Вступление подходило к концу». «Я с несколько последних аккордов Алиса наконец посмотрела в мою сторону». «Понравилось?» «Кажется, она совсем не удивилась мне». «Да, весьма неплохо». «Как будто можешь лучше». «Алиса хитро улыбнулась». «Я ей не говорю, что могу лучше». «Я в музыке не спец». «Кто бы сомневался». «Такие дела». «Я не знал, о чем с ней говорить. Дальше я уже собиралась уходить». «Подожди». «Что?» «Ты же слышал что-нибудь про вечернюю дискотеку?» «Я думал, что это просто танцы». «Дискотека, танцы. Какая разница?» «Она нахмурилась». «Слышала что?» «Собираешься идти?» «Брось все эти слова, и она отвернулась». «Да я пока не решил. Вроде не собирался, а ты?» «А что там делать-то? Смотреть на толпу дебилов?» «Может, в словах Алисы была доля правды, но такое наигранное пренебрежение меня удивило». «Да, я вот тоже не понимал, вот как можно просто танцевать на дискотеке какой-нибудь, да?» «Но смотреть на толпу дебилов я бы так не назвал. Вот чрезмерно веселых людей». «Уж слишком веселых, возможно». «Ясно, что ей не нравится не дискотека как таковая. А почему?» «Что почему?» «Ну почему ты не хочешь идти? Дискотека это же вроде как весело». «Ты так считаешь?» «Его голос промелькнуло раздражение». «Да не знаю. Но думал, что для тебя...» «Никогда их не любила». «Перевела она меня». «Совершенно там нечего делать». «Ясно. И чем планируешь заняться тогда?» «Спросил я лишь для поддержания разговора». «Буду репетировать дальше». «А что ты репетируешь?» «Песню, придурок! Ты же слышал!» «Алиса совсем вышла из себя еще парочка неудачных вопросов, пришлось бы спасаться бегством». «Буду репетируем». «Буду репетируемый» Продолжение следует...